Все, наверное, помнят август 98-го года. Я лично это устроил, да. Нет, вы к этому не причастны. Я? Здрасте. Я сидел опять с человеком и решал, что будет дефолт. Один из них я был. Это так, на всякий случай. Я писал речь президента Ельцина, который он так не произнес про дефолт. Господа, окончание нашего политкафе будет не совсем то, которое мы планировали. И как же был устроен дефолт? Крупными мазками. Только это будет не политический разговор, а экономический. По состоянию на 91-й год в России не существовало ни налоговой системы, ее просто не было совсем. На государстве висели обязательства, с которыми могла справляться, и в этом ее плюс. Плановая экономика, ну, бесплатное образование, здравоохранение, жилье бесплатно, но с которыми не может справляться и нигде в мире не справляется рыночная экономика. Дальше. Происходило следующее. В 93-м году начались масштабные реформы экономические и так далее, даже раньше, в 92-м, приватизация и так далее. При этом никто не мог урезать совершенно невозможные социальные обязательства государства. По состоянию на 93-й год, дорогие товарищи, бюджет собирал денег мало, а расходы обязательства были огромные. Продолжалась дотация ЖКХ и так далее. Государство российское в этот момент, 93-й год, не нашло ничего лучше, а другого выхода не было. Еще заметьте, что Центральным банком управлял Хасбулатов, если что, да? Просто тупо печатали деньги. То есть не хватает денег в бюджете, Хасбулатов снимает трубку, говорит там, кто там, Герасченко, по-моему, был, напечатайте триллион, не вопрос. Что мы видели? Мы с 93-го по 95-й видели адскую инфляцию. Помните, да, там вообще жуть. В 95-м году, когда там свергли Верховный Совет, там вертикаль начал Ельцин худо-бедно строить, деньги печатать перестали. Но в Думе тогда, сейчас я скажу, кто виноват в дефолт, рулили коммунисты, которые, конечно же, имели большинство в Думе 95-го года, на секундочку. И любые попытки правительства провести те реформы, которые потом провел Путин уже в нулевые, помните, монетизация, там, 5-е, 10-е, сокращение дотаций, у нас же куча народу, все 90-е бесплатно пользовались с фундаментальным благом. Ладно бы только бедные, все пользовались, все, даже богатые. Человек богатый, даже больше пользовались. Если у вас чрезмерно маленький налог, например, на недвижимость, кто больше выигрывает? Ну, олигарх, у него большой дом, он нихрена не платит, понятное дело. Так вот, и в 95-м году, поскольку несколько раз пытались бюджет сбалансировать, решили пойти по пути ГКО в итоге. Что это такое ГКО? У нас, я условно цифры называю, 30 миллиардов налогов собирается в месяц, а раздать нужно 40. А там шахтеры, врачи, учителя, понимаете. А где возьмем 10? Ответ займем. Сначала нам давали охотно и под небольшой процент. Но к 97-му году, понятно, да? Это уже все, концы с концами не сходились. Теперь что такое было в 98-м год? Сейчас я так крупными штрихами. В 97-м году в конце абсолютно ясно стало Борису Николаевичу Ельцину, а самое главное его семье. Тогда Борис Николаевич был такой человек. Очень сильно рулили его дочь и так далее. Стало понятно следующее, что так дальше быть не может. Просто концы с концами не сойдутся. Просто тупо, да? В какой-то момент нужно будет делать одно из двух. Или таки резать социальное обязательство, или объявлять дефолт. Дальше. В тот момент Борис Николаевич Ельцин, а самое главное Борис Абрамович Березовский, искренне хотели, чтобы преемником стал Виктор Степанович Черномырдин, который по Конституции и был преемником. Понимаете, да? Но чтобы сделать вот это неприятное мероприятие, он не подходил. Потому что... И что было сделано? Вспомните историю. В 98-м году... Его увольны. Конечно, Виктор Степанович отправляется в отставку. Призываются враги народа, либералы, которые за 4 месяца делают дефолт. Просто. А потому что... А что можно было сделать, да? Я сидел ночью в Белом доме. Мне было поручено писать речь Ельцина. Я ее написал. Она у меня есть. Там с визами Гайдара и так далее. Там был так... Ну, там, дорогие товарищи. Увы, жизнь устроена так, что в следующем месяце, под названием сентябрь, будет одно из двух. Либо мы заплатим зарплату врачам, учителям, шахтерам и военным, либо мы заплатим проклятым акулам империализма проценты по ГКО. Я, как президент России, не допущу, чтобы было плохо врачам, учителям, шахтерам. Поэтому мы говорим спасибо, ребята, кто дал нам долг. Мы вам прощаем. До свидания. Вот. И эту речь там, значит, вечером повезли в Кремль, после чего оттуда пришел ответ. Вы знаете, Борис Николаевич себя плохо чувствует. Он решил не выступать с этой речью утром в понедельник, а вы уж как-нибудь сами озвучите. Я натурально сидел с этой речью, вырезал ножницами кусочки, давал, значит, премьеру Кириенко, представителю ЦБ, Дубинину, министре Задорнову. И тут нам стало ясно, что нам конец. Уж, ну, естественно, нас выгнали, как людей, устроивших дефолт. Дальше-то что было? Вы их помните же? Как только мы... Да, ну, там долгая история. Конечно, вытащили в Белые Домы Чубайса и Гайдара, которые к тому моменту уже не были там крупными чиновниками, особенно Гайдар. Потому что они, у них была самая неприятная миссия. Они должны были ночью, когда на всех биржах день, понимаете, да? звонить всяким там условным этим воротилам мирового бизнеса, которые вложили в Россию свои деньги и конкурент ДСА и говорят, ребят, вы знаете, вы на нас не сердитесь, но мы не будем вам платить. Нет. Вот эту миссию они сделали и смягчили удар. Более того, если вы просмотрите на последствия дефолта, внимательно, все же есть. В интернете наберите. Мы просчитывали, когда там вот обсуждали, что будет, да, мы рассчитывали, что рубль упадет процентов на 30. И он действительно от дефолта до начала сентября упал на 30 процентов. А когда он урохнул, знаете? А после этого стали реализовывать политические планы. Тоже не к нам. А именно, помните момент, когда Черномырь снова пытались Думе утвердить? Три раза. Да, да. Сколько ты? Три раза. И стало ясно, что его не утвердит Дума, потому что коммунисты росли в рейтинге. Неудивительно. Кто виноват-то? Понятно, что проклятые либералы, а не коммунисты, которые бюджет отказывались хортировать. По принципу, тем хуже, тем лучше. Ну, нас сдали. Это в моей жизни много раз такое было. Я не привыкать. Вот. А дальше было следующее. А вот когда рухнул трубль в два-три раза, когда не утвердили Черномырдина, и стало ясно, что семья уже не контролирует ситуацию политическую. Понимаете, да? И тогда был компромисс, да, пришел Маслюков, Примаков. Кстати, блестяще справились. Конечно, им резко помогло, что рубль упал в два-три раза, потому что сразу конкурентоспособность российских предпринимателей выросла. Ну, производителей. Ну, очевидная вещь. Дефолт болезненный для тех, кто деньги хранит, а для людей, а для производителей он полезная штука. Но дальше, дальше вы знаете. Вот что было. Вопрос. А это все, это вот на всю жизнь. Куда не придешь, это ты устроил дефолт. Ну, в общем, да. Конечно, мы пытались дефолт предотвратить. Для этого нужно было секвестировать бюджет. Я лично приезжал в Госдуму, я вот так вот писал проект бюджета, сам вот сидел вот так, но айпадов еще не было в компьютере. На бланк клали, Задорнов, Кириенко визировали. Я приезжал в Думу к Селезневу на стол клал. Это лето было, 98-го года, июнь или июль. Говорю, примите, или будет дефолт. У нас каникулы, до свидания, мы расходимся. То есть, они специально делали так, чтобы дефолт был неизбежен. Это так, к слову, кто виноват.